Красивые и талантливые. Я хочу как синематография. Но капризные и своевольные. А ты вечно под ногами! Ну что, с человеком делай? Очень трудно находили общий язык. А ну-ка, быстро! Темперамент, который иногда захлёстывал. Могла по пути обматерить кого угодно. Слышишь, козёл? В каком смысле? А в том смысле у тебя совесть вообще есть? Её любили очень, боялись. Она крутая была. Если нужно, в лоб может дать. Людмила Гурченко. Да ты дашь поговорить или нет? Нонна Мордюкова. Это прилично, да? Беата Тышкевич. Я уезжаю обратно в Париж. Маргарита Терехова. Я бы должна убить такого. Александра Яковлева. Я никого не удерживаю! Кинозвёзды, которые умели поставить режиссёров на колени. Говорила, уйти, режиссёров, не мешайте сниматься. Уйду в Варшаву. Конец снял моя, конец фильма. Такая грань наступает, когда не могут договориться. Какую цену заплатили режиссёры за участие кинозвёзд в их картинах? И есть ли победители в этом противостоянии? Спокойно. С самого начала съёмок любимой женщины-механика Гаврилова Актриса Людмила Курченко решила сама командовать парадом. Здравствуйте. Она входила на съёмочную площадку, и все затихали. Вы могли бы думать, что я... Ничего подобного. Для режиссёра Петра Тодоровского съёмочная площадка превратилась в настоящее поле битвы. Да, он психовал. Прошу. Сержава, съёмка! Сержава! Вести себя уважительно. У них вообще какие-то не очень простые были отношения. К Миле Марковне тоже ведь непростой характер. Конфликт развивался на глазах гражданского мужа актрисы Константина Купервейса. Тодоровский хотел снимать комедию. Гурченко настаивала на траме. Сначала это была просьба. Потом она уже просто требовала. Нет, нет. Я должна сама это сломать, свернуть. Прочитав сценарий, Гурченко категорически заявила Тодоровскому. Образ и характер героини буду менять. Она общалась со всей группой. И очень часто мнение группы тихонечко в углу расходилось с мнением режиссёра. И вот тут начиналась такая холодная война. А на войне, как говорится, все средства хороши. Это гораздо страшнее, чем бить посуду, кричать. Она не видела просто человека. Она ничего ему не доказывала. Она делала по-своему. Она как будто его не слышала. Уже в кадре Гурченко отходила от текста, меняла реплики, не обращая внимания на команду режиссёра «Стоп». Мне не нравится, как вы репетируете, он мне может это говорить. А мне не нравится, как вы репетируете. Пошло. Роль была у неё для неё на сопротивлении. Но она, конечно, не такая, чтобы быть влюблена в одному. Ну, знаете, по жизни у неё же было очень много мужчин. Она однолюбку сыграла. И, конечно, это не её. Споры актрисы с режиссёром, взаимное недовольство друг другом нарастали, как снежный ком. Я одна же чуть не ушла. Ну, так, не ушла, удержалась. Удержали. Актрисе не понравились наряды героини. Никаких дешёвых платьев. Только элегантные, достойные журнала мод, требовала Людмила Марковна. Она говорила, ах, это платье, Инка, посмотри, платье у меня это длинное, вообще несуразное какое-то. И всё мне давит, и руки, и ноги. Она обладала потрясающим вкусом. Она настаивала на том, как она это видит. И с этим все и соглашались в результате. На возражение Тодоровского, мол, простой работнице фотостудии такой наряд не по карману, следовал железный аргумент Гурченко. Одесса – портовый город. И моряки всегда возили вещи из-за гранки. Однажды после съёмок Тодоровский в сердцах выпалил жене. Я завтра возьму сковородку, дам Гурченко по голове и сяду за это в тюрьму. За режиссёра вступился актёр Всеволод Шиловский. Она плохо разговаривала. Я не могу даже повторить. Я очень плохой человек. Я не выдержал, вывел её в коридор и сказал пару слов. После этого Гурченко долго не разговаривала с Шиловским. Но совместные сцены отыграла блестяще. Работа для актрисы всегда была превыше обид. Ты очень хороший, ты настоящий, ты друг. У каждого бывает дик. Гурченко признавалась, что всё время чувствует нож, направленный в спину. После оглушительного успеха карнавальной ночи она долго не снималась. По Москве ходили слухи, что вот такая женщина очень непростая, знает, что она хочет, идёт по прямой, компромиссов не терпит. Я должна сама это сломать, свернуть. Она же актриса, которая сама себя сделала. Она прошла очень тяжёлый путь. Человек думает, что на него как-то не так глядят. В самый разгар конфликта, чтобы не встречаться с Тодоровским, Гурченко собрала вещи и выехала из гостиницы, где жила вся группа. Мы даже с ней переехали в другой отель, представляете? Потому что была невыносимая обстановка. Новые страсти разыгрались вокруг финальной сцены. Был финал такой сугубо традиционный, комедийный, в духе Гайдая. Человек, приезжающий на скорой помощи, в инвалидной коляске, с гипсованной ногой, с перевязанной башкой. Я и так его жду. И так его жду. И такой он. И такой. И такой. И такой его звает. Лев Александрович, Гаврилов, твое счастье. Я люблю Гаврилова. Гаврилов. Кого я жду? Чучела? Ну, хоть... А тем более Шакура со своей сумасшедшей ослепительной улыбкой. Она говорит, ну как это так? За что-то Тодоровский, конечно, очень расследует. Говорит, да как же я его... В «Союзники» против режиссера Гурченко взяла Сергея Шакурова. Он прилетел в Одессу на пару дней, чтобы сыграть появление долгожданного и таинственного Гаврилова. Люся вся в нерве. И я как-то даже ей сказал, ну так мимоходом. Мне не нравится вся эта вообще, этот финал. Не знаю, что с ним делать. Она говорит, да честно говоря, мне тоже не нравится. К этому времени на площадке было все готово для финальной сцены. Скорая, инвалидная коляска для Гаврилова, санитары в халатах. Гурченко все это наблюдала со стороны в ожидании развязки. Камера, мотор, но все изменится в один миг. Бац, какой-то щелчок у меня. Я скинул пиджак, положил на землю, наступил ногой, оторвал эту фалду. Я порвать хотел вообще весь, но оторвалось там плечо. Замечательно. Я говорю, вблизи, воронок. Сцену сняли с одного дубля. Гурченко торжествовала. Вообще общее такое ожидание того, чего ждет каждая женщина. Вот это все хорошо. А вот что-то будет необыкновенное. Вот этого необыкновенного в этом фильме я и ждала. И он появился. Он появился прекрасно. До мурашек. Если талант перекрывает капризы, если это все окупается, то все счастливы. Успех фильма, призы и награды международных кинофестивалей весь этот триумф не примирил Гурченко и Тодоровского. И только спустя годы Людмила Марковна пришла на его 80-летие. Поднялась на сцену и обняла Тодоровского без слов. Это и было молчаливое признание таланта режиссера. Талант актрисы Александра Яковлева признает за собой безоговорочно. Даже в том случае, если в этом сомневается режиссер. Я смотрю не на камеру, а на вас. Если заблестим, скажите, ладно? Выглядеть идеально Александра Яковлева стремится всегда. Идет ли речь об интервью или о киносъемке? Еще что-нибудь посмотреть, чтобы было идеально. Быть лучшей – ее жизненная кредо. Если что не так, держитесь. Ты что, оглох? А ну-ка, быстро! Яковлева молчать не будет. Я никого не удерживаю! Актриса до сих пор с негодованием вспоминает съемки фильма «Человек с бульвара Капуцинов» и режиссера Аллу Сурикову. Тихий бойкот, я бы сказала, вот так. Она уверена, роль в картине у нее получилась не благодаря работе Суриковой, а вопреки. Другими актерами уделялось очень много внимания, чего у меня не было. Вот вообще! Миронов, Табаков, Караченцев, Боярский – созвездие именитых актеров. К тому же в новом для СССР жанре – вестерн. Можете себе представить, когда в кадре 30 звезд, настоящих звезд. Мне тоже хотелось, чтобы мной тоже режиссер занимался. Сыграть с Мироновым хотели многие. Ирина Розанова, Лариса Удовиченко, Ольга Капо. Но упорнее всех оказалась Александра Яковлева. Хотя первые пробы будущее Диана провалило. Я говорю, Саша, какая из тебя мечта ковбоя? Ни бюста соответствующего, ни кольты не крутишь, ни на лошади не скачешь. Это мы еще посмотрим. Точно не хотела. Вот абсолютно точно, только не меня. Бюсту Яковлевой был, возможно, не самый подходящий. Зато характер не подвел. Актриса буквально атаковала режиссера звонками. Я позвоню и сказала, можно мне еще одну пробу? И надо отдать ей должное. Вот так же, как всего, я думаю, в жизни она добивалась, вот так же она и вышла второй раз на меня. Я умею танцевать, двигаться в кадре. Она психолог, Саша. Она ведь знала, как меня взять, скажем так. Те девочки, которые пробовались на Диану, они не смогли бы потанцевать. Во-первых, кто бы кинул такой батман? Окончательную точку в выборе партнерши сделал Андрей Миронов. Он любил красивых женщин. А тех, кто напоминал его маму, любил вдвойне. Яковлевой повезло. Она оказалась ближе всех к идеалу. Теперь мое сердце навек принадлежит вам. По поводу бюста Наташа Крачковская, доброе сердце, сказала, на крупном плане я свой дам. Она точно ставит перед собой цель, которую хочет добиться. И идет достижение этой цели, невзирая ни на что. Даром в этом мире никому ничего не дается. Бывает, что на своем пути приходится что-то сметать. Убирайтесь! Стас здесь щелкать, когда я разговариваю! Съемки были непростыми. То декорации едва не сдуло в море, то убежали лошади. Капризы актрисы стали еще одним испытанием для режиссера. Характер, да, ну, некая взбалмошенность, темперамент, который иногда захлестывал. У Яковлева и свои аргументы на этот счет. Ежедневные тренировки с каскадерами выматывали. Это лето, это жара. Нужно думать о том, чтобы выглядеть в кадре красоткой, потому что Диана красотка обязательно. Женщина всегда стремится стать такой, какой ее хотят видеть. Яковлева до изнеможения репетировала танец с профессиональными балеринами. Я точно знала, что лучше меня никто не станцует. Появление Дианы в Риты. Никто. Неудивительно, что в какой-то момент обессилевшая Яковлева резко ответила Суриковой и покинула площадку. Тогда режиссер пригрозила Яковлевой, что отправит ее в Москву, а материал переснимет с другой звездой. Поговорить тет-а-тет с актрисой вызвался оператор Григорий Беленький. Он к ней пошел, что-то пошептал, и она вернулась на съемку. Мой творческий альянс был скорее не с ней, а с оператором-постановщиком. Он всегда, всегда отвлекался. Ему тоже нужно было красиво снять, как Диана в бочке моется. И фантастический абсолютно получился кадр. Яковлевой было не привыкать играть в подобных откровенных сценах. Звание советского секс-символа она получила после своего первого фильма «Экипаж». На капуцинах дистанция между актрисой и режиссером сохранялась и за кадром. Каждый вечер у нее в номере некие такие актерские посиделки. Заканчивается съемка, я общаюсь с оператором, с этим, с тем. Из вежливости она могла меня позвать тоже. И этого никогда не было. Когда собираются такие люди, как Боярский, Тобаков, представляете, что вечером какая идет? У нее какие-то свои дела. Я не слежу за всеми какими-то перипетиями. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы снимали меня для передачи? Яковлева картину «Человек с бульвара» Капуцинов любит, но никогда не досматривает до конца. Режиссер не поставила в финал ее лучшие дубли, чем смазала всю концовку, до сих пор уверена актриса. Последний кадр, помните? Там же, когда едешь, там «Что будет, то будет, была, не была». И постоянно, представляете, сколько минут, затылок, и не разу вот это поворота головы к зрителю, чтобы в последний раз увидеть Диану, вы будете ждать, и зрители мне, ну-ну-ну, повернись, повернись. И она не поворачивается, не поворачивается, понимаете? Это Сашкины, да, инфинуации, это она чего-то. Она человек, сочиняющий. Прошлые обиды до сих пор не затянулись. Хотя способность говорить о них, тем более публично, уже первый шаг к примирению. Вы можете даже встретиться, сказать, а скажите, вот там вы, Яковлеву, а за что? Что она сделала? И послушайте ответ, его не будет. Наверное, недостаточно было моего внимания. Но сейчас, если мы с ней заново встретимся и будем снимать новое кино, я обязательно, Саша, сделаю все, чтобы тебе было максимум внимания с моей стороны. Она трудяга, она сумела оседлать не только коня, но и как бы свою жизнь. И я считаю, что, в общем, яркий, самодостаточный, интересный человек, которому я только желаю всяческих удач. Искусство кончита требует жертв. Кто был жертвой в этом поединке решалось тоже на съемочной площадке. Кофе, чай, коньяк. Актрисе Беате Тышкевич, режиссер Кончаловский готов был простить многое. Ведь, как утверждает народная молва, своенравная полячка на съемках просто веревки из него вела. Кончаловский с самого начала знал, кого пригласит на роль Варвары Лаврецкой в свою картину «Дворянское гнездо». Претендентка была одна – польская красавица, графиня по происхождению Беата Тышкевич. Мне нужна была русская аристократка, неприступная аристократка высокого полета, женщина. Но главное – Тышкевич была недосягаемой любовью Андрона. Супруга польского режиссера Анжиа Вайбей – европейская кинодива от одного появления, которой мужчины теряли голову. Я очень боялся, как себя вести с этой известнейшей, знаменитой актрисой. Естественно, она представила, сказала, «зовите меня Беата», но перейти на «ты» совершенно не было сил. Беату тогда уже очень хорошо знали. Любое появление на людях, в общем, вызывало в мужской части просто такое вот свертывание голов и шеи и открытие ртов такое, и не захлопывание его. Кончаловский не стал исключением. Они познакомились в 1961 году, во время Международного московского кинофестиваля. Посмотрел, понравилось, очень безумно. Она пышнотела, с роскошными аристократическими плечами. И такая Венера, ее можно боготворить. Ну, особенно молодому человеку, влюбчивому, каким я был. И у них был роман. Потом вот, как только фестиваль закончился, они расстались. Спустя шесть лет на съемках «Дворянского гнезда» чувства Андрона, казалось бы, угасшие со временем, вспыхнули вновь. Да, съемки были сложными, но я был счастлив, что она снимается, потому что она была звезда. Она была звезда. Рядом с Беатой он был готов на любые подвиги и опрометчивые поступки. Он решил снимать Беату Ташкевич не в бижутерии, а в фамилии драгоценных своей мамы. Осторожно, порвешь. Повез их в Питер, в гостинице. Оставил их в номере. Номер на месте, а драгоценностей, которые там были, нету. Их и украли. Так она даже не снималась. Это было... Да, потом я очень долго боялся маме сказать это. Но потом мама это узнала, и меня простила, что было для меня большим облегчением. Слухи о пропаже дошли и до Ташкевич. Но она лишь пожала плечиком, и на глазах Кончаловского закрутила роман с 26-летним фотографом младше себя, студентом операторского факультета в ГИКа, Валерием Плотниковым. Это скандал. Это скандал. Правда. С ним связаны только скандалы в обществе. А я люблю скандалы в обществе. Ну, знаете, выходить с такой фамилией Кончаловский-Михалков, это уже 50% здесь. Вы уже здесь. Еще ничего не начали. Вначале уже здесь. А Валерий все он сделал сам. Я очень уважаю таких людей. У Беата Ташкевича очень много романов было. Вообще у них, у актрис, которые выезжали за границу, всегда была такая вот идея фикс. Закрутить роман именно на... Не у себя на родине, а на выезде. Мужчин... Много. Кончаловского терзала ревность. Польская красавица предпочла ему бедного студента. Передай ему, что он еще по мне затоскует. Наши общие знакомые говорили, слушай, как интересно, смотри, Контрон, тебя там не пнул, скажем там, ногой или копытом. Всегда женщина выбирает. Но не говорим об этом, потому что не надо торгать мужчин. Давайте они выбирают. Давай они выбирают. Спасение от тоски Андрон нашел в объятиях юной Ирины Купченко. Ирина, очаровательная. Какая сама прелесть. Это была первая роль. Если молодая актриса в первой роли становится заметной, это же от актрисы многое зависит. К моменту съемок финальной сцены объяснения Лаврецкой с мужем отношения Кончаловского и Тышкевич были накалены до предела. На просьбу режиссера заплакать актриса ответила категорично «слез не будет» и точка. Андрон Кончаловский остановил съемку. Вся съемочная группа стояла в ожидании. В какой-то момент режиссер не выдержал и начал трясти актрису за плечи со словами «тебе нужно заплакать». Но Беата была непреклонна. Надо понимать еще, что актер говорит мне. Он опять командует мотор и хлопает ее по щеке. «Русский» мне дал полицию. Так уж Андрон там, по-моему, перестарался. Я такая обиделась, я говорю, «О, я уйду, уйду в Варшаву. Конец снял мой, конец фильма, никогда не влюбился». Она очень обиделась на меня и правильно сделала. Со съемочной площадки пани Беата убежала босиком в казенном халате. Кончаловский пустился следом. Когда догнал, упал на колени перед гордой полячкой. А потом не надо было ничего. Я смотрела на Андрона, а уже слезы шли. «Вы знаете, я здесь как в гостях. Я уезжаю обратно в Париж». Он знает психики женщин, как играть с ними. Я благодарю это время, как он был такой. Сейчас роль в Творянском князте Беата Тышкевич называет одной из лучших в своем творчестве. И поэтому простила Кончаловского. Ведь фильм посмотрели миллионы. «Теперь я понимаю, почему Андрон мне...» «Теперь я понимаю. Он это сделал до 300 миллионов людей. Понимаю, не для меня». После этих съемок они не общались. Спустя годы на камеру Кончаловский впервые сделал это признание. «Я прошу у тебя прощения, дорогая моя Беаль». «Не можно верить с мышечей». Ее называли «Нежной фурией», «Ураганом». Актрису, которая подчинила себе одного из самых опытных и почитаемых советских режиссеров – Яна Фрида. Говорила, уйти режиссера, не мешайте сниматься. И пока режиссер не отходил так, чтобы его не было видно, она не начинала съемки. Противостояние двух великих – режиссера Яна Фрида и актрисы Маргариты Тереховой на съемках картины «Собака на сене» началось едва ли не с первой минуты их встречи. Она, конечно, тут же взорвалась и считала себя, естественно, вправе потянуть идеяло на себя, потому что ей казалось, что она там в драматургии понимает намного больше. Ян Фрид прославился своими музыкальными картинами «Двенадцатая ночь», «Сильва», «Летучая мышь». В этом жанре он был вне конкуренции. «Собака на сене» должна была стать еще одной легкой комедией. Но Терехова, которую режиссер пригласил на роль гордой Яны, решила – легко здесь точно не будет. Нельзя Тереховой говорить, что это очень легкая история, что тут не надо затрачиваться, что давай вот брызги шампанского. Какие брызги? Она все через сердце. А что за муку я терплю? Вы едете. Я вас люблю. Пропускать через сердце Маргариту Терехову научил главный мастер ее жизни и творчества – режиссер Андрей Тарковский. Это он отметил ее способность быть обаятельной и отталкивающей одновременно. Как в зеркало глядел. Он просто ее перепрограммировал. А она стала очень глубоким человеком. Она читала философские труды по психологии очень много и стала верующим человеком. Молодой и еще неопытный Боярский сразу попал под обаяние своей партнерши и готов был на все ради нее. Даже объединиться для борьбы против режиссера. Усердно будьте упрямы. Ни камни, ни женские сердца. Я был подкаблучником, так сказать. И я целиком полностью подчинялся ей. Миша Боярский на мое великое счастье первый раз играл героя-любовника. Но если бы у меня не было в союзниках Боярский. Мы воевали, мы прямо на площадке. Даже мезоцинные на это сами устраивали. Конечно, видно, что Боярский ведомый. Вот Терехова в Диане. Сто процентная Терехова. Ай, я оступилась. Чего вы смотрите? Подайте скорее руку мне. Она иногда сама вела мужчину. И ей очень нравилось. Что ей подчиняется. Пусть это даже игра. Любовь. Опасная стезя. Любовь. Упорство до конца. После первых репетиций Ян Фрид решил снять молодого актера с роли. Он казался режиссеру слишком зажатым и неуверенным. Но Терехова отстояла Боярского. Я ей вдвойне благодарен за то, что она поддержала меня в трудную минуту. Тут же поползли слухи об их служебном романе. В группе шептались. Терехова положила глаз на Боярского. Когда меня спрашивают, что там было, скажем, у нее за Боярским, пусть это останется их тайной. И вообще, она была пропитана любовью. Вот эта картина и весна около Черного моря, запахи, которые витали в воздухе, и легкое вино, и костюмы, и самодраматургия. Все способствовало тому, чтобы все были влюблены. Съемки проходили в Ливадийском дворце в Крыму. Экскурсии во время съемок не прекращались. И толпы зеваж наблюдали за битвой режиссера и актрисы. Терехова подтрунивала, высмеивала, бросала колки и реплики в сторону Яна Фрида. Ну, точь-в-точь, как ее Диана. Я вижу, вкус у вас плохой. Должна сказать, что он немало роняет вас в моих глазах. Мужики-то все, конечно, были очарованы. И чем она была эмоциональнее, тем больше привлекало внимание мужчин. Беги скорее, дурень вялый! Ты это звание заслужил! Все при том, что она говорила грубые слова, она это делала через смех. Не в прямую. Злобы на ее лице никогда не было бы. Ирония и шутка, так что это было очень бояльно. Злость ее только украшала. А заколкость, это привлекало себя. Она непокорная. Терехова могла сорвать съемку из-за любой детали. Неприглядного куста, который попал в кадр. Или слишком длинного шлейфа, который прикрепили к ее платью. Она могла просто уйти с площадки. Она была очень надменной, высокомерной. Но режиссер не собирался так легко сдаваться. Энергично спорил с Тереховой. И даже показывал, как нужно играть. Когда он показывал, она просто выходила из себя. Вот она сделала так. Сейчас так я и сделаю. Мне вообще кино никогда в жизни не возьмут сниматься. Он сейчас неуклюже показывал женщину. На что же это, я спрошу, похоже? Она, конечно, Яна Фрида сумела послать в хорошем смысле. Есть актрисы, которые имеют на это право. На вот такую свою позицию, очень жесткую. Иначе бы не было этого характера актрисы. И не было бы этой индивидуальности. Понять меня необходимо. Сцена объяснения Дианы и Теодора проходила на пике конфликта с режиссером. Терехова в эмоциях со всей силы отхлестала Боярского по лицу. Блин! Я бы должна убить такого! Удары были такими, что у Боярского выступили слезы. А из носа потекла настоящая кровь. От вас, сударыня, что угодно. Но она мне так сандарила, что я, в общем, до сих пор это помню. Причем мне обязательно получалось не только рукой, но и кольцами, которые не были на руках. А это был полукостет такой. Она его побила по-настоящему. И я помню, что он не ожидал, вытрачил глаза, потому что Маргарита Борисовна обожала поставить партнера в тупик. И на фоне других кривляющихся, как уж придумал режиссер, там частушки какие-то странные, да, и там очень много чего странного. Но все слилось, потому что нашу линию мы вытянули по такой вот, по любовной линии. И стало по какому-то такому, по живому чувству. Но поиски живого чувства ударили и по самой актрисе. Терехова попала в больницу. Большие актеры и актрисы, они, знаете, они в зоне риска, потому что у них такие перегрузки, они на уровне таких затрат работают, что иногда может быть и срыв. Объявление мира между режиссером Яном Фридом и актрисой Маргаритой Тереховой на съемках фильма «Собака на сене» состоялось, когда все были уже убеждены, эта война не закончится никогда. Фрид словно почувствовал, что материал пошел, и отдал съемочную площадку на откуп приме. Из-за того, что так было сложно на площадке, из-за того, что, как я говорю, летали искры, вот эта энергетика осталась в картине. Какая-то Борисовна была женщиной очень строптивой, такой необъезженный мустанг. Ее никому не удавалось оседлать. Нет, это очень сложная женщина. Но результат налицо, и тут уже победителей не судят. Она выиграла эту бой у всех, и у режиссера, и у партнеров. «Собака на сене» любимый фильм «Народом любви». Это просто чудо. Это просто чудо, чтобы воевать прямо на площадке, да и потом еще выглядеть прекрасно и казаться аристократами. Чувство вообще без жизни, без истинных поисков чего-то истинного от самой жизни вообще не может быть никакого кинематографа. Это точно. Ведь не в величии наслаждения, а в том, чтобы душа могла осуществить свою надежду. Ну, что? О крутом нраве Нонны Мордюковой режиссер Никита Михалков был наслышан. Но когда соглашался поработать с народной артисткой СССР, и не думал, что окажется перед ней на коленях. Что с Мордюковой? Почему с Мордюковой? Она хочет, чтобы я ее сниму. Я говорю, а вы как? Он говорит, я вообще не очень хочу, но сейчас у меня ничего нет. Наверное, я соглашусь. А вы хотите вместе? Прямо сейчас. Немедленно. Мордюкова чувствовала себя настоящей хозяйкой на площадке. Сценарий картины «Родня» написали по ее просьбе. Она же выбрала режиссера и сама себя назначила на главную роль. Она выбивала, она ходила по начальству. Она долго-долго очень требовала, чтобы именно Нихалков снимал. Он мне нравится. Первый конфликт Примы и режиссера произошел уже на фотопробе. Каждый по-своему видел главную героиню Марию Коновалову. Приехала Нонна Викторовна на фотопробы, на каблуках, красивая, губы напомаженные, брови, реснички. Ну, приехала режиссеру показаться. Поехали на рынок, на Тишинский, там, где тетки торгуют капустами и так далее. Ну, смотри, видишь, как они одеты, как они выглядят. Она говорит, ты хочешь, чтобы я был с железными зубами? Я говорю, ну да, никогда. Ой, боже, откуда же ты взял за такой красавица? Я тут живу неналеко. Он из фольги ставил зубы, из конфетной фольги. Правильно, правильно, пора. Она говорит, да ты шо, да шо ж ты делаешь? Ты же русского, женщину, русскую простую женщину не понимаешь. Шо ж у меня клоунесса сделает? Клоунок, бабу клоунок. Не, 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 я у тебя сниматься, Никитка, не буду, не буду. Все как-то было не по ее. Она же считала, она и была красивой очень женщиной. А тут она была урод у Робинса. После этого вера актрисы в Михалкова рассеялась, как дым. И хлопала на дверь и сказала, уходя, нехай Римма Маркова у тебя снимается. И я! Или я не Мордюкова, бросила она грозно режиссеру. И тут же занялась поисками более подходящей кандидатуры. Давай искать другого режиссера. Тогда Михалков и Мережко пошли на хитрость и позвонили Римме Марковой. Я говорю, ну да, ты сказал, уходя, что Римма Маркова, да. И Никита вызвал Римму Маркову кинопробовую. Да ты что? Я говорю, да. Та же она хуже артистка, чем мне. Я говорю, хуже, но ты же сама предложила такой вариант. Спасибо. Пожалуйста. Ой, господи боже, вот я дура. Короче, она поехала на Мосфиль объяснять, что Маркова никуда не годится. Кто кого решалась в борьбе за каждый эпизод. Вся съемочная группа наблюдала за противостоянием двух сильных характеров. Сильнее у Марковой, но у Михалкова мудрее. Мне показалось, что она была очень трепетная женщина. Несмотря на эту свою громадность и такую стать, как-то Никита Сергеевич даже ее назвал «женщина гора». Подвиньтесь поближе. Я вас так. Вы любите меня. И сдвинуть эту гору оказалось для Михалкова делом непростым. «Я народная для народа, а ты для Канн», бросила актриса режиссеру, хлопнула дверью и уехала на вокзал. Я уеду. Уеду отсюда. Отъезд каждый раз превращался в грандиозный спектакль. У него номер, особенно на ком, завалено коробками с подарками, с вещами. После очередной ссоры поддавали автобусы, вносили все эти коробки, все эти шмотки на вокзал. Он говорит, поезжай, глянь, как эта дура там. Я ехал на вокзал, видел ее на перроне сидел, в окружении ящиков, чемоданов, сумок. Обнялись, она стала плакать. Я говорю, ну она, оглянись, что такое? Я говорю, глянь, кто приехал. Там приехал наш любимый. Ой, боже мой, ой, боже, чего он приехал? Я говорю, он к тебе приехал. Никита шел, они обнимались, целовались. Ты моя милая, ты моя любимая, ты самая лучшая. Лучше тебя вообще никого нет. Возвращаясь в гостиницу, опять это грузилось в автобус, заносилось в номер. Но терпения Мордюковой хватало ненадолго. Очередная ссора на площадке, и актриса предлагает паковать вещи уже самому Михалкову. Перерыв между дублями Мордюкова видит меня. Слушайте, у меня к вам дело. Давайте поменяем режиссера. Ваня даже, Бортник объяснял, что Нона, успокойся, не мешай ты Никите делать. Это не будет позором. Эта картина будет одна из лучших твоих. Своего апогея конфликт достиг во время съемок финальной сцены на вокзале. Вокруг сотни статистов, партнеры по площадке, а у Мордюковой ну никак не получается нужная интонация. Она говорила, «Эх ты мужу бывшему». В этом «эх ты» есть и упрек, и прощение, и понимание. Ну вот все тут. Всего-навсего два слова «эх ты». И вот она первая думала, «Эх ты, нет, не то, эх ты, нет, не то, эх ты, не то, эх ты, эх ты, 5, 8, 17, эх ты». Я вижу, что она попала на круг, и ее начинает уже смертельно это раздражать. Чаша кипения Михалкова была переполнена, и он на глазах у всех обругал народную артистку Мордюкову в мегафон. Я не могу целый день ждать. Я еще вижу, что она убеждена, что я это делаю нарочно, что я ее унижаю. Ну, короче, начинается истерика. Она уходит с площадки, надо мной издевается. Скорая помощь приезжает. Мордюкова попыталась закрыться в своем вагончике. Но неудачно. Михалков успел придержать дверь. Дошло до рукоприкладства. Актриса, точь-в-точь как ее героиня, ударила наглеца в грудь и двинула пяткой по колену. Она просто невменяема, что ли. То есть она смотрит на меня, и я понимаю, что я вот говорю что-то, а она не может этого воспринять. В какой-то момент Мордюкова взяла себя в руки и снова вошла в кадр. И она сказала так, потрясающе. Нервов, наверное, попортила. Но Никита Сергеевич был крепкий человек тогда. Его особенно тогда было не пошибешь. Я делал дебюту к коньяку, пришел к ее номеру, постучал, встал на колени, постучал. А святые? Вам? Чего? Да вы что? Да боже, сохраните. Ну и короче, эх ты, эх ты, мы насосались, потом взяли еще и пошли по гостинице, по группе, всем сообщать, что мы замирились, что все в порядке. Сценарист Виктор Мережко, который был свидетелем этого конфликта, уверен, у Мордюковой была еще одна личная причина для ссор с Михалковым. Она мне говорит, ой, я не могу, я умираю. А тебе, говорит, усы, одеколон, а когда еще, он рядом, она сидит, он возил на Мерседесе иногда, у него, и Мерседес, представляешь, какой мужчина, какой жених. Победа Мордюкова, что она смирилась с точки зрения Михалкова. Это главная заслуга Мережко. На съемочной площадке они ссорились, мирились и снова ссорились. За конфликты платили собственным здоровьем и расстроенными чувствами. Но бесконечным поединком режиссеров и актрис на съемочных площадках есть одно, но очень весомое оправдание. Зрители до сих пор смотрят и любят фильмы с участием Нонны Мордюковой, Людмилы Курченко, Маргариты Тереховой, Пяты Дышкевич и Александры Яковлевой. Редактор субтитров А.Семкин